огромный привет всем моим зрителям из нормандии сегодня я снова еду в париж путешествие на пригородных поездах это моя любовь потому что это супер удобно и супер комфортно правда в этот раз у меня была пересадка в городе лизье но в принципе ничего все быстро самое главное что никакого стресса в одну сторону на одного человека я сегодня заплатила 40 евро это дорого лучше покупать билеты заранее зато смотрите какой вид красивый на базилику открывается подробно я уже рассказывала про французские пригородные поезда что там и как если хотите заходите в шорт смотрите сегодня я путешествовала рядом с католическими священниками это ни о чем не говорит это просто так информация всегда у вас есть свое место никто на него претендовать не может так что вы спокойно садитесь рядом есть розетка если вам надо поработать например на компьютере или зарядить свой телефон билеты кстати практически всегда вот как сколько я уже езжу в париж проверяют так что проехать зайцем лучше не рискуйте потому что штрафы довольно большие погода сегодня была чудесная но и когда подъезжаешь к парижу то сердце начинает биться учащение я всегда с большим волнением еду в париж не из-за того что знаете там переживаю за дорогу лежит за что-то еще просто волнение такое приятное потому что я люблю париж я люблю там прогуляться посмотреть на всю красоту и я люблю париж несмотря на то что он до местами он действительно очень грязный вонючий и иногда мне даже такое складывается впечатление с честно вот вам говорю что к сожалению это мое личное впечатление бездомных людей становится все больше и больше несмотря ни на что какие-то минусы и недостатки я все равно безумно благодарна судьбе за то что у меня есть такая возможность ездить в париж практически тогда когда мне захочется не жить там но ездить получать удовольствие гулять когда-то вот вечером с мужем и наслаждаться потому что париж это вот город в котором я мы прямо вот знаете как можно сказать растворяюсь душой цены на недвижимость зашкаливает но несмотря на это посмотрите все продано ванью 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 муж меня встретил на вокзале поезд приходит на вокзал который называется сан лазар и оттуда можно очень удобно пешочком так пройтись до опера гарнии до универмага панта и до лувра давайте вот и совершили такое небольшое пешее путешествие и 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 Мы прогулялись с мужем по знаменитому парижскому универмагу галерии Lafayette, но так как мой муж не является таким любителем, знаете, шоппинга, то мы быстренько прошлись там и спустились потом в еще одну, как-то можно сказать, часть универмага, где продаются просто, знаете, продукты невероятные, деликатесы практически со всего мира. Смотрите на эти пироженки, разве это не произведение искусства, удержаться невозможно. Я вам сразу скажу, мы с мужем съели по два эклера. Цена одного пирожного начинается где-то от 8 евро, но там и выше, зависит уже от того, что вы выберете, но это того стоит. Вкус просто невероятный. И это такая, можно сказать, чисто продуктовая часть универмага. На первом этаже вы можете купить что-то такое, знаете, например, ну, какой-то сэндвич, пирожный. На втором этаже, видите, мы увидели, продавались специи, какие только хотите, специи, чаи, кофе. В таких вот банках на развес. Вот здесь, например, горошек черный, видите, 10 грамм 10 евро. Ну, недешево. Но там найти можно все, что угодно. Там вообще несколько этажей у этого здания. Где-то еще внизу продаются фрукты. Тоже фрукты, какие только, знаете, со всего мира туда привозят. И также уже со второго этажа начинаются кафе и рестораны. То есть где можно выбрать. Там кафе тоже, знаете, есть и итальянские рестораны, и индийские, и какие только хотите. И, кстати, мы еще потом спустились на этаж, где продаются вот эти все сладости, да, и не удержались с мужем. Еще купили по такой штучке. Вот она называлась, по-моему, бабка или бабка. Ну, они говорят бабка. Это, по-моему, что-то такое польское. Это как булка такая слоеная. И я взяла с фисташками. Начинка была фисташки. Боже, какая это вкуснота. Продается на развес. Небольшой такой кусочек, потому что уже после двух эклеров взяли чуть-чуть. Чисто на пробу. Небольшой кусочек. Мне завесил, по-моему, что-то в районе 7 евро. Ну, очень вкусно. Вот просто очень-очень-очень. И когда-то еще, наверное, года 4 назад я была в этом универмаге со своей знакомой. Тоже хотела там, снимала с такими глазами повсюду камерой. И ко мне тогда подошел охранник и сказал, что здесь снимать нельзя. В этот раз я снимала тоже, то есть, ну, не прячась, не скрывая камеру. И никто ко мне не подошел, ничего не сказал. Не знаю, может быть, что-то изменилось. Но, во всяком случае, все видели, что я снимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok От оперы Горнье пешком до Лувра буквально рукой подать. Если не знаете, куда идти, включайте GPS, и он вас обязательно доведет. И, кстати, да, если не смотрели видео мое прошлогоднее из Лувра, обязательно посмотрите, я была под сильнейшим впечатлением, и Лувр это место, которое обязательно к посещению, если у вас есть такая возможность. Кстати, да, вот это здание, посмотрите на этот зеркальный куб, оно меня просто поразило, я, если честно, сначала его не заметила, пока мне не сказал муж, буквально не показал на него пальцем, я его в упор не видела. И когда мы подошли поближе, конечно же, видно, да, что это зеркало, но настолько все вот гармония в отражении, то есть небо, здание, что ты не понимаешь, что, ну вот, действительно, если ты пойдешь прямо, то ты упрешься в стену. И да, возле этого здания был какой-то, как это называлось, кружок тишины, люди собрались, я не знаю, против чего они молчали или за что они молчали, но как-то это выглядело со стороны немного комично. Да, и на будущее, если кто-то будет в Париже, всегда, когда переходите дорогу, конечно же, смотрите не только на то, чтобы машина вас там, не дай бог, не сбила, но и на то, чтобы не было велосипедистов, потому что движение в Париже очень интенсивное. И, кстати, да, Париж станет, вернее, уже даже, наверное, стал первым европейским городом, в котором официально запрещены электрические самокаты, потому что, ну, очень много аварий, связанных с этим видом транспорта. Вот мы и вышли к визитной карточке Лувра, хотя, вы знаете, вот эти пирамиды, конечно же, это красиво, и, конечно же, ну, гениален тот человек, кому в голову пришла такая идея, да, установить такие стеклянные пирамиды. Но, по мне, самая красота, вот то, где стоит фотографироваться, это все само здание музея, потому что масштабы впечатляют. И, кстати, когда вы посещаете Лувр, там есть, как это называется, макет, макет музея. Вы можете там нажать кнопочку, и постепенно вам начнут рассказывать историю музея, то есть в какой очередности строились здания, что там убавлялось, что добавлялось по годам, по эпохам. Людей, как всегда, довольно много, все фотографируются, и нет-нет, да и встретишь какую-нибудь знаменитую здесь. Мы уже выходили, остановились, чтобы посмотреть, где здесь есть поблизости ресторанчики, где бы можно было поужинать. И я, пока муж стоял, смотрел, я увидела вот этого человека, который в мусорке искал чистый стаканчик для того, чтобы поставить его потом и собирать туда монетки. Он не слышал, о чем мы разговаривали, на каком языке. Ну, в любом случае, мы разговаривали с мужем на французском. Но я потом подошла, дала ему денежку в этот стаканчик, и он на русском языке ответил мне спасибо. Спасибо. А он точно так же, как и мой муж, работает в Париже. Я говорю, что он слишком прижимается к кому-то, то есть обгоняет, маневрирует постоянно. И она говорит, да. Я говорю, ну, у нас точно такая же история. И это стиль вождения в Париже. Если ты будешь здесь, то есть, как-то сказать, ждать. И, как говорит мой муж, если ты боишься водить, то в Париже ты точно не сможешь ездить. Потому что здесь надо находить какие-то лазейки, перестраиваться, просачиваться. А тем более, если у тебя большая машина, то ты просто вот можешь застрять вот в такой вот пробке. Вот тут муж пролазил. Я уже там сидела, вжавшись в кресло. Я говорю, аккуратно, только аккуратно, пожалуйста. Ну, вот так вот. И надо не забывать тоже про то, что есть очень много мотоциклистов. Их не видишь иногда, когда перестраиваешься. У меня был такой случай, что я не заметила мотоциклиста, который ехал по левой стороне. И просто вот, просто, не знаю как, просто, наверное, повезло, можно сказать. Вовремя остановилась. Мы едем вдоль сена и тоже нахлынули на нас с мужем воспоминания, как 10 лет назад ночью мы здесь вешали замочек, праздновали свадьбу. Она была в июне. Очень быстро бежит время уже, прям, я не знаю, мне самой не верится, что прошло 10 лет. Я смотрю на Милана, Милана уже 8. Через 2 года будет 10. Просто хочется сказать, стоп, подождите, остановитесь. Вот этот мост, на котором висел наш замочек. Но потом он стал очень тяжелым и сняли все вот эти перила, на которых висели замки. Поэтому сейчас там ничего нету. Сейчас будем проезжать. Покажу вам еще, можно сказать, крышу Нотр-Дама. Там ведутся работы. Скоро будет все завершено. По-моему, к 2024 году. Все ремонтные работы уже будут окончены. Продолжение следует... Огромное всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Мне будет очень-очень приятно. На сегодня я заканчиваю свой влог. В конце видео покажу, как мы встречали мальчиков. Вот, собственно, они и прилетели. Ну и ждите новых интересных влогов из Нормандии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...